Привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Солиан, и сегодня мы с вами отправимся в наш любимый Крым. Да, лето закончилось, и согласитесь, его было так мало! Я хочу вам рассказать про самые удивительные места в Крыму, в которых мы останавливались с палаткой. Возможно, следующим летом вам это пригодится. Ребятки, мы Крым пропутешествовали множество раз, и для вашего удобства написали наш авторский гайд, который вы приобретете, изучите и пропутешествуете Крым с легкостью и налегке. Он подойдет для тех, кто выберет пропутешествовать Крым с палаткой, и также, кто захочет снимать какие-то отели-гостишки. Приобрести его очень просто, нужно написать либо мне в инстаграм в директ, либо Настеньке. Цена всего лишь 490 рублей, а прямые ссылки на наш инстаграм в описании под этим видео. А теперь продолжаем дальше. И первое, куда мы с вами отправляемся, это Балаклава. Дело в том, что в Балаклаву мы приехали поздно, пока покушали, уже стемнело. И начали искать жилье, но все было занято. Поэтому мы решили найти место под палатку, и самым беспроигрышным вариантом было двинуться к пляжу. И вот что у нас получилось. Мы вчера в полной темноте разместились. Вот так вот. Место, конечно, очень интересное и живописное. Мы встали прямо на парковке возле пляжа Василий. Это скальное место, мы стояли на высоте. Но поняли это только утром. Минусы этого места. Нет ничего, кроме вида. Пыльная парковка, тени нет. Как на одну ночь это место сойдет. Стоять тут несколько дней, ну уж нет. Даже чтобы искупаться, придется преодолеть много ступеней вниз. Но потом, конечно же, эти все ступени нужно преодолеть наверх. Следующее место, где мы остановились, также был уже вечер. Это Севастополь, микрорайон Учкуевка. Шикарнейшая сосновая роща. И вы гляньте, какой обрыв. Утро здесь по-настоящему удивительное. Запах сосен и моря. По минусам, как и выше, до цивилизации нужно ехать. До моря нужно спускаться, а затем снова подниматься. Но тут нет пыли, в отличие от Василия. Если вы решитесь остановиться в этом месте, то обязательно накрывайте машину. Так как смола подпортит вам настроение. Мы здесь провели пару ночей и остались очень довольны. Днем мы купались, гуляли в парке Учкуевка, гуляли по набережной. Вечером провожали закаты. Ну и третье место, это вообще мечта. Это мыс Хамелеон, посмотрите как классно. Дикое место. Тут нет ничего. До цивилизации долго. Воды нет, связи почти нет. Но это и кайф. Здесь можно насладиться дикой природой и замечательным творением. Мысом Хамелеон. Мы здесь стояли всего лишь одну ночь. На самом деле, этого достаточно для данного места. Проводить закат и встретить рассвет. А также можно забраться на мыс, но помните, что это очень опасно. Мы очень любим Крым. Особенно, если выбирать палаточный Крым. Так он открывается во всей своей красе. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok